30 июня исполняется 10 лет, но не моему сегодняшнему собеседникам, а одному из его проектов. Шуруби-2 у нас в гостях. Приветствую. Добрый вечер. Ну, рассказывай про юбилей. А хотя это не юбилей, 10 лет это годовщина. Годовщина, возможно. Но смотри, группа B2, вообще мы никогда не отмечаем дней рождения группы, потому что мы не знаем, когда у нас день рождения, у нас было столько периодов, поэтому мы решили никогда не отмечать дни рождения, не выпускать официально best of. Группы B2 нет официальных best of. Но для проекта «Нечетный воин» так получилось, что прошло 10 лет с момента его создания, и вот выпущены 4 пластинки, и мы решили, типа, отметить это какой-то, сделать сборник лучших песен. Выбрали 21 песню, и две песни Михаил Карасёв, автор всего проекта, музыки и текстов, написал две новые песни. Ну вот, 30 июня выходит... Михаил Карасёв, он же родственник, да? Да, я правильно понимаю, это дядя, да, так. Вот, и 30 июня всё это выходит, это будет в iTunes, будет CD, а где-то через месяц ещё и винил. А кто определял-то, какие лучшие? Ну, как-то мы с Лёвой определили, что вот эти песни будут лучше, но исходя из того, что там это были радиосинглы или песни, которые нам нравятся, конечно, там очень много не вошло, но формат, скажем, 23 песни, мы решили, что вот это лучше. А есть такие вещи, которые, допустим, вам всем нравятся, не только вот вам двоим, а вообще всем людям, которые работают над проектом, а публика, в общем-то, как-то к ним спокойно. То есть и наоборот, что вдруг аудитория заводится от той вещи, на которую выставку не делали. Смотри, этот проект, он не концертный. Вообще весь этот проект изначально был задуман как студийный проект, потому что представь себе, что в каждом альбоме участвуют как минимум 20 разных исполнителей. Потом оркестры же у вас. Иногда и оркестры, и бенды, и собрать всех в одном месте, это нереально. Ну, конечно, делом, когда выходили какие-то каждый из альбомов, мы делали небольшую презентацию, но всех собрать на концерт нереально. Поэтому мы, скажем так, решили, что этот проект будет студийный. Но как раз песня, которая дала старт этому проекту, эта песня называется «Нечетный воин». Вообще сама идея проекта появилась из нашего увлечения общего Милорадом Павичем. Когда мы прочитали его книжку «Хазарский словарь», как раз «Нечетный воин» – это персонаж из «Хазарского словаря» Ларецнов. Мы решили, что, в принципе, нелинейная литература, а почему будет сделать нелинейную музыку? И вот есть трек в этой пластинке, называется «Нечетный воин», где пять разных частей, которые ты можешь в разном порядке составить, и будет совсем другой контекст. Но она у нас в одном порядке стоит сейчас, но можно ее перемешать, и будет совсем другой смысл. И вот эта песня, в принципе, дала такой вот старт этому проекту, а потом пошла-поехала. И проект уже, сколько там, порядка 70 песен, а перечислить всех артистов это будет очень сложно, там очень много кто участвовал. У нас контекст определяется животными, мы, если не знаю, помнишь, представим, приедем всех артистов. У нас в прошлый раз было два брата-близнеца, как раз когда... Это девочка Тихоня, ей Годик. Годик, да, как ее зовут? Тихоня. Тихоня, да, ну пусть так, она стрессирует сразу, начинает. Недолго она у нас здесь просидит, я чувствую Тихоня. По-моему, она уже намылилась нас покинуть. Кстати, домашние животные есть? Были, но вот после того, как последняя кошка умерла, как-то вот не хотела. Да, а она умерла от чего? Ну, канадские шинксы, они, знаешь, не живут долго. Как правило, 8-10 лет. Но они не кошки, в общем, так вот, ну, для многих, для кого кошка должна быть. Нет, так, как правило, всегда были коты, кошки. Детишки переживали? Нет, детишек-то еще не было. А, так это еще было до появления. А детишки, конечно, хотят какому-нибудь животное, но вот мы думаем сейчас. Может, чуть попозже. А детишки уже слушают «Нечетных воинов» или рановаты еще? Нет, думаю, нет. Но дочка старшая, Ева, она интересуется музыкой, она, в принципе, 5 лет, она занимается пианином. На прошлый день рождения подарили ей Безендорфер. В принципе, это Rolls-Royce для пианино. Побольше честнее, наверное, себе больше подарили, чем ребенку. Но она поет, ей нравится. Может быть, осенью у нас, мы собираемся, у нас будут серии концертов с оркестром. Хочу попробовать с ней спеть песню какую-нибудь Би-2. Ой, здорово будет. Да, она поет, активно поет, ей это нравится. А сын пока нет, ему пока как-то так. Ну, дома, конечно, они слушают музыку, потому что много музыки, да. Слушают, но как-то так реагируют больше на музыку из мультфильмов, которые они слушают. А вот самый первый «Нечетный воин», вот сама вещь-то, она с кем была? Сам трек «Нечетный воин»? Да. Или ты имеешь в виду альбом? Нет, вот саму вещь-то вы с кем исполняли? Да мы, это была коллаборация, это группа Би-2, наш друг Олег Чехов-аранжировщик, Антон Сивидов «Тесла Бой», Александр Дулов, который сейчас продюсер и автор группы «Бандерас». Ни у кого тогда еще групп не было, мы вот как-то так экспериментально сделали этот трек и позвали сербскую девушку-переводчика, которая нам привела, ну, «Нечетал Апавича». И вот из этого появился этот весь трек. Уже потом «Медленная звезда», появился «Фламенко», «Ты не один». И уже пошли… «Медленная звезда» с Чечериной, да? Сорбениной. Сорбениной, да. Понятно. А, кстати, вот как реакция была? Вы же дружите, да? Да, Сорбениной, конечно. Некоторое время она была так, ну, прям скажем, вот таким прессингом. Ну, знаешь, я ей звонил, когда вообще считают, что это ерунда полная, и нельзя артисту запрещать, ну, это вообще неправильно. Естественно, я звонил, попытался поддержать, слава богу, что сейчас все как-то у меня налаживается, я смотрю, Динка и концерты, туры играет. Ну, конечно, нет, ну, конечно, это дикость была полная, я считаю. Вот, и как раз на волне всего этого ей предложил, Сергей Пускепалес снимал фильм «Клинч», и появилась заглавная песня, которую, кстати, тоже Михаил Карасев написал, «Тише и тише». Я говорю, Дин, давай мы споем эту песню. Это вот новый клип, да, вот про новый клип проговорим. Да, 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 который в пределии, да. Вот, но сейчас, Динка, мы на «Нашествии» увидимся, она играет, то есть, ну, я смотрю, концерты у нее происходят, и как-то, мне кажется, люди поняли, что... Да, но с «Нашествием» тоже такая непонятная история, вот многие музыканты говорят, что их включили как бы в афишу... Ты насчет Макаревича? Ну, да. Вообще эта история начинает политизироваться абсолютно неожиданно на ровном месте. Вообще это не политический, это рок-фестиваль, который был всегда и, наверное, есть далек от политики, вот. Ну, не знаю. И дай бог, чтобы он был, насколько дальше от политики. Ну, уже не получится. Сейчас это все уже приобретает те или иные интонации, с этим очень сложно. Тем более, что, допустим, да, у вас же тексты, которые... Они такие абстрактные, что их при желании можно так или иначе трактовать. То есть в любую сторону, потому что это немножко такое гребенщиковское есть, да, вот, ну, как бы там такие аллюзии, то есть можно что-то додумывать. Не приходило это в голову, что могут люди так или иначе трактовать ваши стихи? Люди могут трактовать как угодно. А, понимаешь, заниматься, объяснять людям, о чем наши песни, это, по-моему, самое неблагодарное занятие. Слушайте, нравится, нравится, не нравится. Ну, Джон Леннон говорил, что все песни Битлз о любви, про Би-2, это можно сказать? Практически, да. Да, конечно, да. А мне кажется, что там социалка все-таки присутствует. Ну, ты имеешь в виду последние песни какие-то? Забрали в армию, абсолютно антивоенная песня. Было написано еще до того, как забрали в армию. До того, как произошла ситуация в Украине, или на Украине, не знаю. Абсолютно антивоенная песня, поэтому... А в Белоруссии мы когда в прошлый раз беседовали с тобой, со Львом, вы как раз за неделю до этого были в Белоруссии. С тех пор, по-моему, прошло полтора-два года. Ну, год мы, как правило, ездим, у нас туры в Белоруссии, это там Минск, Бобрусь, Гоми, Гродно. Весной были, сейчас, по-моему, в рамках Славянского базара есть рок-день, и наши сольные выступления мы будем играть. И с периодичностью раз в год мы, конечно, приезжаем. Ну, или меня, когда вот совсем ностальгия замучает, я могу сорваться на пару дней и приехать в Бобрусь, летом особенно, это приятно. В город детства погулять, ну, буквально два дня. У меня Руслан Олег, ну, был недавно, который тоже из Бобруська. Мы, кстати, я узнал, оказывается, в школе в нашей, мы с ним из одной школы. Да. Я был в нашей школе, зашел в свою школу, там музей имени меня и его, потому что мы главные два мужчины. Один музей? Один музей, и там какие-то конеры-герои, которые когда-то, там, еще во время войны, партизаны. И также он и я, мы, оказывается, в одной школе. Видимо, с разницей в 10 лет. Я старше его, да. А я как раз Руслану говорил вот по поводу, вот этот мем существует, да, там, в Бобруськ животное. Не обидно? И вообще, вот, почему вот это появилось? Или не приходилось сталкиваться с этим? Наверное, докопать от Ильфа и Петрова еще. А, это, да. Вот оттуда надо докопать. Не знаю, а как нам это произошло, абсолютно не знаю. А обычно провинциальный город, тихий, красивый, скажем так. Для меня это, знаешь, этот город как Маконда, город, который я придумал там для себя. Поэтому я туда люблю приезжать, там, на пару дней, но не больше. А, допустим, в Австралии есть ностальгические места? Все-таки столько лет? Ну, знаешь, на протяжении всех двухтысячных мы, конечно, туда приезжали, если вы. Мы сводили альбомы, поэтому было отчасти актуально. Сейчас, конечно, долго лететь, 24 часа, поэтому мы как-то ближе. Лондон, либо Лос-Анджелес. Вот. Но в Австралии не было сколько? Четыре года. Но в следующем году хочу, детки подрастут, надо их сводить. Паспорт австралийский, да? Ну, да, да. Детки тоже хочу их сводить, посмотреть. Ну, чтобы чуть постарше были, чтобы хоть запомнилось. А земля обетованная там есть какие-то? В Израиле периодически приезжают, родители же там живут. Ну, просто отдыхать или... Просто отдыхать, да. Ну, раз в полтора года у нас какие-то концерты проходят там. Отличается вот публика от, допустим, Московской? Абсолютно нет. Не знаю, там, и Киева, там, Владивостока. Ничем не отличается. Вот про клип мне хотелось бы немножко поговорить. Не потому что там Арбенина, а вот насколько вы вмешиваетесь в процесс съемок и постпродакшен? Я вообще тебе расскажу. А, ты про клип или про кино хочешь? И про кино, сперва про клип, а потом про кино. Ну, я начну про кино. Это фильм нашего друга Сергея Пускепалиса, дебют на его, он как режиссер. Мне он очень нравится как актер, причем мы с Арбениной в одно время где-то в первой половине двухтысячных, в 2007-м, увидели, как я провел этим летом. И были поражены этим фильмом Папа Гребского, где в главную роль играл Пускепалис. Потом как-то наш общий друг нас познакомил, и пару лет назад была какая-то вечеринка предновогодняя, мы выпивали, мы только свели песню «Три сантиметра над землей». И он говорит, слушай, я запускаю кино и рассказал мне сюжет, ну, в двух словах, как может режиссер рассказать сюжет фильма. Я говорю, слушай, у меня есть песня, я ему ставлю, и он говорит, это финал моего фильма. Потом я ему говорю, Серега, а хочешь мы по мотивам, мы так квартет уедели, по мотивам, там еще фильм не был снят, он только запускался в производство, по мотивам твоего сценария, напишем какое-то количество песен, и, возможно, что-то войдет. Мы объединились с Михаилом Карасевым, было написано 9 песен. Причем такая старая советская история, когда раньше музыка и песни писались хотя бы за несколько месяцев, за полгода до начала съемок. Я не знал. Ну, все главные советские фильмы, песни были написаны заранее, а потом уже снимался уже на этом. Неправильно, мне кажется. Ну, когда, вот, и было написано 9 песен, фильм вошел, по-моему, 3 или 4, и вот песня «Тише и тише» с Дианой Рубинис, с ней начинается фильм, это лейтмотив всего, в принципе, фильма. И как-то так вот совпало, вот. А уже что касается клипа, мы не называем это клипом, мы называем это тизер. Больше к фильму, это кадры из фильма, где мы из Дины поем. Но, скажу, очень советую всем посмотреть этот фильм, потому что это одно из немногих кино, после просмотра которого ты выходишь из кинотеатра, у тебя в душе внутри что-то осталось. — Без ложной скромности. — Не, серьезно. Во-первых, Серебряков, это, я считаю, один из самых талантливых наших актеров, и, конечно, он играет фантастически. И молодая девочка, которую нашел Сергея Пускипали, с ее зовут Ася, фамилию не помню, это первая ее роль, играет феноменально. Ну, там нет экшена, там нет стрельбы практически, но это вот одно из немногих из настоящего кино, я считаю. Ну, оно, естественно, попадает в рамк фестивальных, то есть, я думаю, широко проката не будет. — Это арт-хаус? — Ну, это чуть-чуть, да, часть арт-хауса, но это такое, мне сложно назвать арт-хаус, это, я говорю, кино, после которого есть послевкусие, ощущение того, что что-то есть. — Ну, у многих послевкусие есть и после фильма, о чем говорят мужчины, которые, в общем, зрительское кино, абсолютно никакой не арт-хаус, и вообще квартеты, они вот работают на широкую аудиторию. Вы писали, кстати... — Первый. — И они будут запускать сейчас третий, мы опять будем... — Тоже саундтрек, да, вы делаете? — Ну, а про квартеты я расскажу, мы буквально месяц назад позвонил Леша Баратца, говорит, Шорик, говорит, мы снимаем, там будет фильм, называется «Страна чудес», пять новелл, в одну из новелл мы будем играть, нам нужно, чтобы вы спели песню. Я говорю, ну что, мы тебе с нового альбома? Они говорят, нет, трава у дома, землян. Я говорю, Леша, нет. У меня просто с этой песней есть определенная история. Когда мне было 13 лет, мой дядя Михаил Карасев, он первый в городе рок-музыкант, подарил мне бас-гитару, пластинку «Полис», и меня старшеклассники, я бы учился в восьмом классе, или в седьмом, девятиклассники взяли в свой ансамбль. И когда я пришел, они разучивали «Трава у дома» эту песню. Я говорю, ребята, «Полис», «Битлз», там, ну, музыка, Дженни Джоплин, ну, то есть все, что, «Дорс». Они говорят, нет, вообще ничего не понимаешь, со второй репетиции меня уволили, сказать, что я ничего не понимаю в нормальной музыке, они продолжали разучивать эту песню. Я говорю, Леша, хорошо. Я говорю, только версия будет очень необычная. Мы сделали версию, снялись в этом эпизоде этого кинофильма, это выйдет 31 декабря, будет очень смешная история. Такой версии этой песни вы еще не слышали. Можно сказать, что мы, конечно, немножко поиронизировали над этой песней, но вот дождитесь Нового года, увидите. Ну, кстати, вот не могу не вспомнить, раз уже мы упомянули фильм, о чем говорят мужчины. Сегодня утром стало известно, что вчера не стала Жанна Криске. Она, я считаю, блестяще показала себя как актриса, то есть когда человек небольшим эпизодом неожиданно вот раскрывает себя, потому что может поиронизировать над собой, то есть она меня вот перепахала. Вы вообще общались с ней? И мы не были друзьями, мы, конечно, встречались на концертах каких-то совместных, и Жанна, она очень добрый, она очень душевный человек, и, скажем, даже в группе «Блестящая» она была очень яркая звена. И я всегда хотел ее затащить в ничуть нового, и он говорил, а, ну, мы когда с ней встречались, мы с ней встречались на каком-нибудь новогоднем там мероприятии, типа обнимались, говорит, Жанна, ну вот в следующий раз точно мы с тобой что-нибудь запишем. И, конечно, это огромная утрата, я считаю, и... По-моему, она совершенно не формат, мне кажется, для «Нечетного война», потому что все-таки это такая попса-попса-попса... Нет, понимаешь, потенциал, на самом деле, до конца не был раскрыт. Конечно, сейчас уже говорить, как сослагательное наклонение, это уже не имеет смысла, но... Да и не касаясь, скажем, творчества, она просто очень хорошая человек, очень жалко. Вот сегодня Евгений Фридленд, ну, знаешь, наверное, имя, не знаю, знакомого с продюсером, написал... Ну, сегодня все отметились в Фейсбуке, все, конечно, выражаются болезненно, но он написал вот такую вещь, что в свое время он много выступал, я не знал об этом, много выступал по ее поводу в отношении того, что нельзя делать из семейной беды или из проблем со здоровьем телевизионного шоу. Вот, в принципе, мы сейчас уже не говорим не о Фриске, а вообще об этом, твое отношение. Не знаю, если это поможет, то все средства замечательные, если это поможет человеку... Ну, это помогло, я насколько понимаю, денег там собрали гораздо больше, чем мы рассчитывали, она даже часть из этих денег... Это помогло, продлило ее жизнь, продлило жизнь кому-то еще. Да. Поэтому это может быть, но... Но вообще, в принципе, насколько люди сцены... Два подхода существует. Ну, первый подход такой, что человек, вот ты вышел на сцену, все, ты уже себе не принадлежишь, ты создаешь какой-то миф, и ты должен быть ответственным за этот миф, значит, ты должен быть аккуратен в смысле адюльтеров, должен быть аккуратен в смысле политических высказываний. Или второй подход, что существует некий имидж, то есть, по понятный образу, существует семейная жизнь, куда публика не должна ссоваться. Вот твое отношение. Вот у нас так и есть, нашу личную жизнь семейную мы стараемся не пускать, на то она и личная, на то она и семейная. Да, но ведь понятен же интерес, мы сейчас там не про тебя говорим, не про Лёва, но понятен же интерес фанатов к тому, кто с кем, когда, зачем и почему. Ну, интерес с интересом, да, но как-то мы стараемся не распространяться. Все знают, есть... А я не спрашиваю тебя, я спрашиваю твое отношение вообще к этому. Отношение, я считаю, что это нужно оставлять все-таки при себе, это твоя личная жизнь, чтобы ее сохранить, она на то и личная. Ну, смотри, здесь мы приходим, если мы опять к риске, возвращаемся к противоречию, потому что она, в общем-то, может быть, она и говорила и не всю правду, а то, что хотела, но она очень много говорила про личную жизнь, она принадлежала к числу тех исполнительниц, которые ньюсмейкерами были исключительно в плане светской жизни, а не в плане того, что они делают. Ну да, у партизов это всегда больше, чем у рок-н-ролловского. Да, конечно. Поэтому рок-н-роллов как-то так старается не распространяться, мы все-таки стараемся заниматься... Ну, хотели бы, чтобы нас судили наши поклонники, любили за наши песни, а не за всякие истории, которые там попадут в всякие издания, или быть звездой Фейсбука или ВКонтакте, ты понимаешь, да? Поэтому как-то рок-н-ролл так... Ну, как-то так получилось, и... Поэтому ты не увидишь нас на всяких там ток-шоу, на федеральных каналах, мы-то априори никогда... А когда к коллегам какое отношение, которые достаточно много выступают на там ток-шоу или... Ну, мне бы не хотелось бы называть имена, потому что я сразу как-то, в общем... То есть ты считаешь, таких примеров нет, но есть люди, которые занимают, скажем так, ну, активную позицию много выступают не на концертах и на мероприятиях, а вне, так сказать, сцены, скажем, не по основному профилю, то есть их приглашают не как музыкантов, а как... А, я имею в виду, много... А с нами я не буду судить никого, честно. Это каждое... Дело личное, дело каждого. Мы как-то занимаемся музыкой и... И стараемся на это тратить, ну, понятно, семья и музыка, и то, что называется, концерт. Мы очень любим играть в концерт. На это большую часть времени. Ходить, тратить время. Мне приятно с тобой пообщаться и рассказать все это. Но сидеть на ток-шоу там... Ну, я не буду называть каком-то ток-шоу. Вот вы говорите, а... Never. Ну, и оно существует ведь еще масса форматов таких вот... Помимо формата поболтать и поговорить, существуют там кулинарные передачи, автомобильные передачи. Ну, это клеве. Кулинарные я иногда ходил, потому что я как су-шефом работал в Австралии. Да, вот я как раз к этому и подвожу. Смотри, у нас очень сильно... Нас много в интернете, у нас много в соцсетях. Мы с нашими поклонниками работаем... Ну, как, общаемся, не работаем, общаемся. И как-то выстраиваемые отношения именно там, по большей части. И у нас масса всего, чего происходит. И если ты активный в интернете, то ты можешь взаимодействовать с Би-2. Тем более, ну, мы достаточно много играем в концерты. У нас много где можно увидеть. Ну, вот я перед нашей встречей сегодня в Ютьюбе все отсматривал про коллектив. Там несколько просто передач нашел, где Лёва рассказывает о своей коллекции... Автомобильных, машинных. ...этих машинок. Смотрю, у тебя вроде бы не нашел... Виниловые пластинки. Ну, виниловые пластинки, это не надо, что это хобби, это работа. Ну, да, 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 сейчас. Нет, это работа, какая-то работа, это удовольствие. Знаешь, когда ты находишь что-то, потому что у тебя было в детстве, или что-то редкое, это же так же, как он выискивает эти машинки, там, какие-то редкие. А чем больше тебя гордишься в коллекции? Есть у тебя какая-то прям... У меня есть сержант Пеппер Битлз, первый пресс. В 1967-го года, да? Да. И есть Let It Be, второй пресс. И мне жена два года назад подарила... Ну, дарит такую бумажку, ну, в рамочке. Я смотрю, я помню, что это автограф Джона Леннона, который... Когда они открывали Apple Building в Лондоне, в 66-м году, по-моему, и была автограф-сессия, как раз с этой автограф-сессии дата там все стоит. А вот это правда, потому что только музыканты, мне кажется, могут ответить, что винил, он действительно звучит по-другому. Это однозначно, конечно. Намного богаче. Ну, мне кажется... Вот смотри, у меня дома два виниловых проигрывателя, один хендовый, один диджейский, куча пластинок. Я перебью, а это какой-то новодел или это аутентичный из того времени? Это какая-то система. Оба проигрывателя, они достаточно современные. Один ньюмор, который диджейский, можно скричить. Второй, это хендовый. Но усилители и колонки, это все, скажем, ретро. Это ямахарские все колонки, которые бы делали все лишь два года. Это 83-84 год. Из них... Помнишь, С-90 советские? Их украли идею. Но это колонки, на которых, в принципе, сводят сейчас всю музыку. Очень многие. Во многих студиях. И вот это у меня стоит дома. Два усилителя, те же лет, начало 80-х. Включаешь винил, и все. И все, ты понимаешь. А особенно, это понятно, когда джаз ты слушаешь в 50-х, 60-х. Ты чувствуешь, что ты находишься в небольшом клубе. Чарли Паркера слушаешь или там... Нет, все-таки для меня аналоговое звучание такое же, как цифровое. Но я и не музыкант, меня спрос за другой. Ну, придешь к нам в гости, я тебе покажу. Ты говоришь. Значит, у нас новая традиция, то есть, кошки это у нас была изначально. Это фишка, так принято. Новая традиция – это игра в правду. Значит, как это выглядит. Ты из этого красного мешочка достаешь любую фишку наугад определенного цвета. И так вот... Па-бам! Голубая, да. И любую синюю карточку. Читаешь слух вопросов, отвечаешь на него. Вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями, обещая при этом своему партнеру, что ни с кем не будете это обсуждать. Нет, ну как-то совсем интимный нет. Ну, раньше, да, по молодости, конечно. Главное, я подумал, что ведь там в твоем случае при слове партнера, там не про жену думаешь, а поскольку у вас тандем, то скорее всего... А это у вас это из кино, где Гоша Куценко снималась, да? Да, совершенно верно. Это его проект «Игра в правду». А у нас передача называется «Правда А4», и мы сегодня в этой передаче узнали, что 30 июня вы все сможете, значит, что, скачать уже 30? А, скачать в iTunes, купить CD или купить винил, или скачать на любых порталах абсолютно бесплатно через полчаса. Это все, как обычно это происходит. Проект «Инчетный воин» лучшее, как бы в басе. Обе два лучшие в своем жанре. Спасибо. Спасибо.